Упорство, ежедневный труд и сила воли приносят свои плоды. Если у кого-то после школы отдых, то у этих ребят тренировка под хэквондо. Увлек ребят в спорт тренер, многократный чемпион и призер России Дмитрий Спичкин. Видно, мы работаем с сентября. Вот у нас сейчас три зала, где мы проводим тренировки. И за полгода работы наши дети уже добились неплохих успехов. Они выступили на Кубке России и есть золотые призеры. Соревнования были достаточно сложные, потому что они объединили более тысячи спортсменов из 36 регионов России. Леня Крюков принес родному клубу золотую медаль. И по собственному признанию к соревнованиям подошел очень ответственно. Много тренировался и слушал наставления тренера. Когда я занял первое место, я так оправдывался, что даже сам себе не верил. Я думал, что это сон. Для меня эта команда – все. Особую популярность в последнее время этот боевой вид искусства имеет у девочек. Катя Щербакова давно мечтала о секции тхэквондо и, узнав о наборе, не раздумывая, приступила к тренировкам. И вот на Кубке России у Кати второе место. Родители меня, конечно, поддерживают в этом. До этого я занималась атлетикой. И ее недавно бросила. И как раз пошла на тхэквондо. Конечно, я не рада. Занятия вызвали большой интерес и у родителей юных спортсменов. Мама серебряного призера Яны Фищенко, заразившись азартом дочери, решила посещать тренировки для взрослых. Мы выбрали тхэквондо, потому что это более подходящее для девочки. У нас вот девочка меня занимается. Более подходящее нам. Не такое травмоопасное, как другие виды спорта. Я как родитель тоже тренируюсь. У нас там небольшая группа у Дмитрия. У меня еще старшая дочь ходит тоже вечерние 13 лет, тоже на тхэквондо. Вот осталось еще папу привезти. Тренер команды уверен, что это только начало. Впереди первая аттестация спортсменов, показательные выступления и новые соревнования. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.